что такое что уже там может меньше заезжено хоть и за не смотришь так иногда все равно хоть раз чуть там покопался чай попить получил хусу минутный готов а Добрый вечер, друзья! В эфире программа «Время вопросов» на телеканале АЕСТ и я, ее ведущий Алексей Петров. Как всегда, по пятницам мы обсуждаем очень интересные и важные темы для жителей нашей области. И в конце года всегда принято подводить ее итоги, и сегодня у нас в гостях руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Александр Владимирович Кулиш, с которым как раз мы поговорим о том, как прошел год в Федеральной антимонопольной службе, какие были знаковые моменты, с какими вопросами обращаются граждане. Александр Владимирович, добрый вечер! Да, добрый вечер, Алексей! Да, ну мне кажется, что когда мы слышим три буквы «фас», то есть для кого-то это предупреждение, а для кого-то это, наоборот, называется «гуляй поле». Все можно, то есть поэтому здесь называется «кто с какой стороны бывает». У вас достаточно интересная работа, достаточно служба, такая интересная служба, потому что все, что вы делаете, вы как раз пытаетесь заставить, не побоюсь этого слова, физические лица, то есть обычных граждан, юридические лица следовать законодательству в различных сферах. Поэтому вот сегодня как раз мы об этом поговорим. Ну, для начала, несколько слов вообще, давайте напомним телезрителям про деятельность вообще федеральной антимонопольной службы. Да, Алексей, хотел бы сразу вот уточнить, что наша-то основная задача, мы не случайно называемся федеральной антимонопольной службой, мы считаемся проконкурентным ведомством. То есть цели и задачи, которые определены перед службой и территориальными органами службы, это защита конкуренции в целом, это защита условий свободной конкуренции, это создание свободной конкуренции, обеспечение развития свободной конкуренции во всех сферах экономических отношений. И поэтому нашими, скажем так, субъектами, с кем мы в первую очередь общаемся, это являются хозяйствующие субъекты, то есть коммерческие организации, индивидуальные предприниматели. Сюда же в зону, скажем так, нашего внимания попадают должностные лица органов власти, причем всех уровней, начиная от муниципальных, заканчивая федеральными органами исполнительной власти. В части, опять же, смотрим все через призму, в части того, какие акты действия совершают указанные лица должностные, либо наоборот бездействуют, и как это влияет на развитие конкуренции в соответствующей сфере. Я специально посмотрел ваш сайт, слово бездействие у вас очень часто встречается, то есть дело в том, что нам как-то принято всегда думать о том, что вот когда государственные органы что-то делают не так, и мы с этим можем соглашаться, не соглашаться, но у вас действительно очень много дел, когда вы говорите о бездействии органов власти. На самом деле это очень важно. Я посмотрел специально вашу ленту, и хочу сравниться на самой свежей новости, когда вы говорили о предупреждении об устранении нарушений тех компаний, регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов. Ну, как за тема мусора, вокруг мусорной реформы, на самом деле, очень знаковая такая, поэтому, может быть, давайте вот именно об этом аспекте поговорим. Безусловно, актуальная тема, как все знают, 19-й год ознаменовался переходом, соответственно, проведением вот этой мусорной реформы, переходом на новый путь, скажем так, утилизации твердых коммунальных отходов, создания каких-то условий для того, чтобы производилась сортировка мусора, переработка мусора, и как можно меньше оставалось мусора не переработанного, чтобы он потом просто там закапывался где-то в грунт. И мы, как антимонопольный орган, столкнулись с тем обстоятельством, что к нам стали поступать обращения, в данном случае, и от граждан, и от коммерческих организаций по поводу того, что имеются признаки нарушения антимонопольного законодательства при взаимоотношении с региональным оператором. В частности, у нас поступали обращения в отношении регионального оператора, который занимается вывозом ТКО, организацией вывозов твердых коммунальных отходов в зоне юг, то есть Иркутская область, это город Иркутск, соответственно, Шелихов, Ангарск, Усолье. И мы установили в итоге, по результатам проведенного расследования, что действительно действия регионального оператора не совсем согласуются с теми правилами, которые установлены в этой сфере. То есть, есть ряд нормативно-правовых актов, это, соответственно, и федеральные законы, и постановления правительства, которые регулируют порядок взаимоотношения между региональным оператором, между, соответственно, операторами, которые обеспечивают вывоз мусора, и между непосредственно потребителями. В первую очередь, наша зона внимания – это потребители коммерческих организаций. Мы рассмотрели несколько обращений, заявлений, и в конечном итоге, после проведенных расследований, установили, что все-таки имеются признаки нарушения антимонопольного законодательства. В этой связи, в рамках предоставленных полномочий, региональному оператору было выдано предупреждение. Закон сейчас построен таким образом, я имею в виду закон о защите конкуренции. Там штраф какой-то может потом быть, следующий как бы уже серия. Что мы вначале предупреждаем, говорим, что вы должны устранить нарушение, вот вам срок для этого своего рода такая метка, да, то есть вот, пожалуйста, устраните. Если в этот срок не реализованы наши требования, то есть не исполнены тем образом, как мы это установили, то по этим фактам возбуждается уже дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. И по итогам может быть принято решение, выдано обязательно к исполнению предписания, и в том числе рассмотрен вопрос о привлечении к установленной административной ответственности. Александр Дмитриевич, я вас привык, дело в том, что наша программа идет в прямом эфире, надо напомнить телезрителям, что у нас, нам нужно в студию позвонить, 8 800 302 1550, и первый телезритель нам уже дозвонился, это Евгений из Ангарска. Евгений, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. У нас была ангарская компания по вывозу мусора. И как пришла ваша искусская компания, и у нас сразу за вывоз мусор заподнялся ценник. За ТБО. В чем проблема-то получилась-то? Машины все почти что наши работали. Вы просто к себе присвоили нашу организацию и подняли ценник на вывоз мусора. Ну, по-видимому, понятен. Спасибо, Евгений, понятен ваш вопрос. Александр Дмитриевич, можете как-то его прокомментировать? Да, конечно. Ну, я думаю, что в первую очередь не совсем корректно говорить, что ваша иркутская компания пришла в Ангарск. Тут речь идет о том, что в рамках процедур, определенных законом, был проведен соответствующий конкурс по выбору регионального оператора. Определены правительством Иркутской области две зоны. Соответственно, по зоне юг, опять же, повторюсь, Иркутска-Ангарска, попала, ну, стала победителем и получила право вот этого, статус регионального оператора компании РТНО. Соответственно, опять же, правительством Иркутской области, министерством ЖКХ и транспорта были разработаны соответствующие нормативы. И определен порядок расчета стоимости для каждого потребителя, и в том числе для граждан обычных. И вот, исходя из этих нормативов, была и определена уже новая цена, которая получилась в настоящее время. То есть, по-видимому, задачи властей или задачи оператора, он не довел стоимость до обычных потребителей, раз вот такие проблемы возникают, что вот в вашей компании... Стоимость-то доведена, я так понимаю, потому что эти все акты опубликованы, и все жители об этом знают. Более того, я лично участвовал при подготовке к вхождению в эту мусорную реформу. Все органы власти, федеральные, территориальные органы, я имею в виду, региональные, муниципальные, в рамках межведомственного взаимодействия обсуждали процессы, которые должны быть озвучены каждому гражданину, доведены как можно более массово до каждого потребителя, о том, каким образом будет проходить эта мусорная реформа, каким образом будет дальше она реализовываться. Речь же идет о том, что в рамках мусорной реформы должны быть созданы условия для того, чтобы происходила сортировка мусора, для того, чтобы мы как можно больше мусора перерабатывали, а не утилизировали. А это требует, конечно же, определенных инвестиционных вложений в развитие этой сферы. Поэтому вот такие нормативы в настоящее время утверждены министерством ЖКХ Иркутской области. И вот жители сейчас вынуждены платить по этим стандартам. Спасибо большое, Александр Владимирович. Я прочитал также на вашем сайте, что недавно создана рабочая группа по товарным рынкам нефтепродуктов. И как раз управление ФАС очень активно в этом участвует. Потому что ситуация на товарных рынках, она всегда находится в зоне интересов в том числе наших телезрителей и вообще жителей области. Потому что с бензином связаны все. Что вы можете по этому поводу сказать? Я прочитал, уже знаю о том, что говорят о недостатке объема зимнего дизельного топлива. И в том числе как раз управление ФАС на это делало замечание. Безусловно, мы наблюдая, осуществляя еженедельный мониторинг за рынками, розничными и мелкоптовыми рынками горючисмазочных материалов по поручению Федеральной антимонопольной службы. А эту деятельность осуществляют все территориальные органы на территории Российской Федерации. Далее эта информация направляется в центр, там анализируется и, соответственно, принимаются уже какие-то конкретные решения, в том числе на уровне правительства, как отрегулировать эту сферу. Мы установили, что у нас на территории Иркутской области, несмотря на то, что есть свой, по сути, нефтеперерабатывающий завод, сталкиваясь периодически с проблемами, связанными с объемами, которые реализуются на рынке горючисмазочных материалов. Простите, что я перебиваю вас, у нас звонок от Татьяны Васильевны. Давайте послушаем. Татьяна Васильевна, добрый вечер, мы слушаем вас. Здравствуйте, вот меня интересует такой вопрос. Я живу на трехкомнатной квартире, берут замушек с квадратных метров. Я полмесяца лежала в больнице, почему с меня берут так же полностью? Спасибо большое, Татьяна Васильевна. Это вопрос опять по первой теме. Ваш или это компетенция? К сожалению, да. Это не относится к антимонопольному органу. Тут речь идет о том, что еще раз хотелось бы телезрителям напомнить о том, что наши вопросы, это вопросы, связанные в первую очередь в взаимоотношениях с хозяйствующими субъектами. То есть мы обеспечение защиты конкуренции. Мы не занимаемся сейчас вопросами защиты интересов конкретного гражданина. В данном случае мы по сути этим занимаемся, но опосредованно через создание условий. Мы можем только посоветовать всем тем, у кого есть такие вопросы, обращаться к региональному оператору. Конечно, если не достаточно тех ответов, которые дает региональный оператор, то нужно обращаться в соответствующий орган власти региональный, Министерство ЖКХ и транспорта, которое как раз и регулирует эти вопросы. Давайте мы вернемся к теме, о чем начали уже говорить. Горюче-смазочные материалы, как я уже сказал, мы еженедельно осуществляем мониторинг. И вот сталкиваясь с теми проблемами, периодически у нас возникают трудности, в том числе отсутствие бензина на автозаправочных станциях, мы обсуждая эти вопросы договорились о создании постоянно действующей рабочей группы, которая состоит из представителей независимых операторов автозаправочных станций, то есть крупных наших сетей, которые представлены в регионе. Плюс туда вошла компания «Иркутский нефтепродукт», нефтяной компанией «Роснефть». Также туда вошли представители Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи. Сейчас, если кому-то известно, правительство старается, предпринимает шаги для того, чтобы как можно больше сделок, которые происходят с приобретением горюче-смазочных материалов, происходили на биржевых торгах. Простите, опять мы перебиваем. Нам звонит Сергей Николаевич из Иркутска. Сергей Николаевич, добрый вечер. Вы в эфире. Слушаем вас. Да, здравствуйте, Александр Владимирович. Вопрос. Регулярно мы сталкиваемся с тем, что не можем получить ответ, чья все-таки обязанность организация мусорных площадок? Приобретение контейнеров, содержание, подбор мусора после вывоза региональным операторам. Постоянно нам говорят, это либо управляющая компания, либо местная власть, либо региональный оператор. Спасибо, вопрос понятия. Но я думаю, что тема мусорная, она такая живая, обратите внимание, что все звонки в ней. Да, все звонки в ней. Да, да, да. По этому вопросу, но опять же, к сожалению, не компетенция. Не по адресу, к сожалению. Не по адресу, к сожалению, нет вопрос. Здесь вопрос, еще раз повторюсь, касающийся непосредственно организации вывоза твердых коммунальных отходов из жилого фонда, от многоквартирных домов, от индивидуальной застройки. Это вопросы, которые должны регулироваться региональными властями, муниципалитетами и, соответственно, областным правительством. Да, то есть мы можем обратиться вам в администрацию города Иркутска, либо в министерство ЖКХ. И если есть какие-то трудности в этой связи, то тогда жалобами жители должны обращаться в прокуратуру, как орган, который осуществляет общий надзор за подобного рода сферы деятельности. Да, да, да. Ну, давайте-таки договоримся. И вот мы создали рабочую группу по горюче-смазочным материалам и буквально на медне провели очередное, точнее уже первое такое нормальное заседание, потому что в летом у нас проходило, скажем так, предзаседание этой рабочей группы, а сейчас мы провели реальное заседание рабочей группы, на которой обсудили возникающие и существующие на текущий момент проблемы. В частности, в том числе зафиксированы в октябре-ноябре месяц этого года недостаток объема дизельного топлива зимнего, которое реализуется и на бирже, и которое продается компанией Иркутский нефтепродукт через прямые поставки, заявки, которые поступают от операторов независимых автозаправочных станций. Мы установили, что действительно имеется вот такая проблема, собрали всю необходимую информацию и ретранслировали ее в Москву, для того, чтобы были приняты реальные меры, позволившие бы устранить этот дисбаланс, скажем так, который существует, и проработаны какие-то механизмы, которые бы позволили увеличить количество объемов реализуемого дизельного топлива зимнего и на бирже, и в рамках тех заявок, которые независимый оператор направляет в Иркутск нефтепродукт. Насколько мне известно, реакция есть, то есть количество увеличилось реализуемых объемов топлива. Ну, это отлично, на самом деле, чтобы у нас не простаивали, соответственно, граждане. Надо сказать, что мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8 800 302 15 50. Александр Владимирович, еще одну тему, о которой мы не могли бы не поговорить, это связано с рекламными конструкциями и так называемыми НТО, нестандартными торговыми объектами. Эта тема тоже в Иркутске для представителей малого бизнеса такая была очень живая, и мы видели даже в том числе и пикеты в свое время, и мы неоднократно слышали о том, что рекламные конструкции исчезают за ночь, поэтому сокращается количество мест. Да, действительно, у нас на протяжении уже, наверное, двух, более двух лет идут процессы, связанные с тем, что к нам массово обращаются предприниматели, и в том числе общественные организации предпринимателей, заявляющие о нарушениях антимонопольного законодательства, в том числе со стороны должностных лиц органов местного самоправления. В частности, такая трудная ситуация у нас в городе Иркутске. Мы действительно фиксируем то, что со стороны местной администрации не принимаются достаточные меры для того, чтобы урегулировать эти отношения. То есть, если говорить о наружной рекламе, то у нас за только 19-й год выдано 111 предупреждений администрации города Иркутска и ее структурным подразделениям о том, что необходимо совершить действия, направленное на соблюдение требований действующего законодательства и недопущение, соответственно, нарушений закона о защите конкуренции. Поскольку мы фиксируем, причем разнонаправленные действия и бездействия органов местного самоправления. С одной стороны, орган местного самоправления не проводит в установленном порядке процедуры торгов, для того, чтобы узаконить существующие рекламные конструкции и предоставить возможность предпринимателям на легальной основе продолжать эту деятельность. То есть, правильно ли понимаешь, что на самом деле у нас некоторые рекламные конструкции могут стоять полгода и года, не имея договора с органами местного самоправления? По факту мы фиксируем, что уже более года из всего объема рекламных конструкций, которые размещаются на территории города Иркутска, только там 54 легальные. Все остальные строго формально установлены без соответствующего разрешения органа местного самоправления. Но аренду за них берут. Но при этом платежи, да. Платежи идут. Платежи идут. И вот в этой связи мы работаем с администрацией, направляя предупреждения. В настоящее время такие предупреждения направляются окружным администрациям, соответственно, для того, чтобы либо принимались меры для демонтажа рекламных конструкций, которые нелегально установлены. И в то же время у нас сейчас есть предупреждение выданной администрации Иркутска о том, что необходимо провести процедуру торгов и легализовать все эти отношения. У нас еще один звоночек, Татьяна из Иркутска. Татьяна, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. У нас такой вопрос. При открытии новых предприятий, связанных с производством пищевых продуктов, заключение о безопасности этих продуктов от институтов. Спасибо. Открытие нового предприятия общественного питания и, соответственно, регулирование вопросов, связанных с сертификацией продукции, соответствию ее качеству, это все вопросы Роспотребнадзора. Есть такая служба федеральная и вопросы, связанные с тем, какие товары, какого качества и какие сопроводительные документы должны быть при ее реализации продуктов питания в местах общественного питания. Это все вопросы Роспотребнадзора. Вы сегодня несколько раз уже употребили слово «торги» или слово «аукционы». Мы неоднократно сейчас знаем о том, что согласно 44-му федеральному закону и другим законам, вообще у нас для того, что органы государственной власти чаще всего проходят, сейчас различные проводят электронные аукционы. Что в этой сфере антимонопольная служба следит? На самом деле есть два таких основных закона, которые непосредственно входят в компетенцию Федеральной антимонопольной службы и территориальных органов. Это контроль за соблюдением законодательства размещения заказов для закупок товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд. И закон 223 ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. То есть государством планомерно ведется работа, нацелена на то, чтобы урегулировать вопросы, связанные с приобретением соответствующих товаров, удовлетворением государственных и муниципальных каких-либо потребностей в этих товарах, работах или услугах. Так вот, и мы с одной стороны рассматриваем жалобы, проводим проверки по закону о закупках, к нам обращаются непосредственно на процедуру о нарушениях, которые допускаются при проведении процедуры. То есть необоснованно отклоняются заявки, нарушается порядок определения победителя, не вовремя публикуется на официальном сайте, а сейчас есть официальная единая информационная система, официальный сайт закупки гофру, где все, буквально все процессы, которые проходят в сфере закупок, должны быть опубликованы. Александр, запомните слово жалобы, на котором мы останавливались, потому что у нас еще один звоночек, Александр Заркутска. Александр, добрый вечер, мы в эфире слушаем вас. Все, по-видимому, связь не получилась, связь, поэтому давайте поговорим именно о том, как идут электронные аукционы. И вот, рассматривая жалобы, мы, соответственно, реагируем, можем выдавать предписания, направленные на то, чтобы устранить эти нарушения, в том числе вообще аннулировать соответствующую закупку. То есть комиссия антимонопольного органа, установив нарушение, выдает предписание, говорит, что либо отмените одну из процедур, которая проходила в ходе закупки, либо вообще эту закупку отменять. Это обязательное для исполнения предписания, причем сроки рассмотрения жестко регламентированы и составляют 5 рабочих дней. То есть мы в течение 5 рабочих дней должны оценить все доводы, оценить все представленные доказательства и принять соответствующее решение. Но, с другой стороны, мы фиксируем, как уже орган, который осуществляет контроль с соблюдением закона о защите конкуренции, что при проведении торгов зачастую сталкиваемся с так называемыми сговорами, антиконкурентными соглашениями, которые допускают как участники соответствующих закупок между собой договариваясь, так и организаторы и участники закупок, а также сговариваясь и реализуя заранее определенную тактику. Давайте об этих, может быть, несколько слов, вот именно о том, какую тактику могут как раз участники таких аукционных торгов. Ну, кто участвует в подобного рода закупок, уже, наверное, слышали о таких, прямо уже имеющих негласное название тактик поведения в ходе проведения закупок, как антиконкурентных. Это вообще считается картельным соглашением, самым злостным нарушением, которое в настоящее время может быть квалифицировано. Александр все-таки до нас дозвонился из Иркутска, давайте его послушаем. Александр, добрый вечер, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос, как бы, может, немножко некорректный. Подскажите, пожалуйста, вот смотрите, я иду по улице, допустим, в сеть баннер, я могу сделать зубы, там, ну, за 3200, грубо. Вот, прихожу в клинику, а мне говорят, время прошло и того подобного, баннер висит до сих пор. То есть могу конвертиться, что реклама висит, они эти услуги не оказывают. Безусловно. Безусловно, это направление, которое входит в компетенцию антимонопольного органа. Это контроль с соблюдением закона о рекламе. Мы как раз должны были следующей темой поговорить о рекламе. То есть благодаря Александру мы плавно перешли в эту тему. Чуть-чуть перескочил, может быть. Про рекламу хотелось бы сказать следующее, что в законном рекламе установлены жесткие требования к тому, как должна распространяться реклама, где, в какое время и какого она должна быть содержания. Так вот, недостоверная реклама не допускается. Отсутствие части существенной информации в рекламе тоже считается незаконным. Соответственно, если потребитель увидел рекламу, в которой сообщается о том, что вы можете приобрести какой-то товар, работу или услугу по одной цене, а по факту, придя в это заведение, он устанавливает, что цена совершенно другая, такая реклама может быть признана ненадлежащей, недостоверной. Что грозит рекламодателям? Значит, здесь речь идет о том, что в настоящее время, в рамках действующего законодательства, законодатель предусмотрел следующие виды ответственности за нарушение закона о рекламе. Если это юридическое лицо, то штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Если это индивидуальный предприниматель, то штраф от 4 до 20 тысяч рублей. Но, момент какой? К сожалению, для потребителя в данном случае есть определенная такая либеральность в этих отношениях, связанная с тем, что если впервые выявлено нарушение, и нарушителем является субъект малого и среднего предпринимательства, то административное взыскание в виде штрафа заменяется на предупреждение. А вот если будет выявлено это повторно, в течение года с момента привлечения его к административной ответственности, то тогда будет уже наложен реальный штраф, реальная санкция. Давайте мы озвучим эти суммы, например, штрафные санкции. От 100 до 500 на юридическое лицо, от 4 до 20 на индивидуального предпринимателя. С другой стороны, сам факт фиксации, то есть обратился к нам потребитель, мы зафиксировали, признали нарушение рекламного закона. Дальше есть возможность уже на основании, в том числе решения антимонопольного органа, рассматривать вопрос обращения в суд за взысканием причиненного ущерба, допустим, недополученного, точнее сумму, которую пришлось заплатить больше, чем та, которая указана рекламе. То есть можно потребовать компенсации этой суммы. В продолжение темы рекламы мы знаем о том, что очень часто, когда ты идешь по городу, есть такая реклама, назовем ее так пикантной. То есть реклама, которая цепляет, и особенно у людей старшего поколения, скажем так, чаще всего возникают вопросы, кто разрешает эту рекламу, и есть ли какие-то общественные институты или советы, которые как раз и принимают решение, какой рекламе быть в городе Иркутске, а какой не быть. Вот с точки зрения работы именно вашего общественного совета, совета по рекламе, что можно сказать. Здесь хотелось бы больше даже сказать о том, что не просто пикантная, а реклама, в которой запрограммирована двойной смысл. И в фразах, и в изображениях, соответственно. И вот именно для того, чтобы этому противостоять, в соответствии с требованиями закона рекламы, о том, что оскорбительная и непристойная реклама не допускается. Но что признать оскорбительной, что признать непристойной? Это оценочные понятия. И, допустим, для одного человека может быть это допустимым, для другого такая реклама будет абсолютно неприемлема. То есть кто делает экспертизу? То есть как это происходит вообще? И вот для цели того, чтобы постараться объективно установить это, при каждом территориальном органе ФАС России созданы экспертные советы по рекламе. Туда входят представители высших учебных заведений, лингвисты, психологи. Туда входят представители общественных организаций. Вот, допустим, у нас это и детский фонд входит. Туда входят представители религиозных организаций, как представители общественных таких структур, которые аккумулируют моральные принципы, которые существуют в обществе. И вот в рамках заседания экспертного совета проходит обсуждение и по итогам принимается уже соответствующее решение. Признать эту рекламу оскорбительной, непристойной. Решение экспертного совета, соответственно, передается к нам в управление. И мы на основе этих выводов уже принимаем свои административные меры. В этом году мы провели два заседания такого экспертного совета. И последнее было уже таким, можно сказать, юбилейным, 20-м заседанием. С 2011 года существует эта общественная структура. Очень хорошо нам помогает. Мы реально фиксируем то, что происходит снижение, по крайней мере, у нас в городе Иркутске подобного рода рекламы. Реальный есть эффект от такого взаимодействия с общественностью, с представителями высших учебных заведений, религиозных, общественных организаций. Это на самом деле очень важно, чтобы сказать, в том числе и телезрителям, что от того, как они будут смотреть, наблюдать или писать жалобы, это тоже зависит. Здесь необходимо сказать, прежде всего, о том, что действующее законодательство построено таким образом, что органы власти реагируют в первую очередь на заявление, на обращение. И от активности каждого жителя, от активности каждого иркутянина, жителя Иркутской области, как раз и зависит, как будут приниматься меры для пресечения различного рода нарушений, в том числе и рекламного законодательства. А если это будет гиперактивность? Я знаю, что есть такое в вашем профессиональном сообществе, такой термин, как профессиональные жалобщики. Как бороться с этим? К сожалению, и такие факты мы фиксируем. Это так называемое злоупотребление правом. То есть, по сути, и юридические лица мы фиксируем, такие допускают, как нам представляется, недобросовестные формы поведения. И физические лица, граждане обычные. То есть, пытаясь просто заработать на обращениях в антимонопольный орган. И фиксируя подобного рода факты, мы, с одной стороны, вынуждены, в любом случае, жалобу рассматривать, потому что это наши полномочия. И мы не имеем права разделять кого-то там, профессиональный жалобщик, либо это обычный гражданин или организация, которая обратилась за защитой своих законных прав и интересов. А с другой стороны, если мы видим все-таки какие-то признаки того, что это именно злоупотребление, то мы постараемся в этом случае фиксировать такие обстоятельства и по возможности направлять их нашим коллегам в правоохранительные органы, для того, чтобы были соответствующие реакции на подобного рода злоупотребления. Спасибо большое. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон редакции 8 800 302 1550. Александр Дмитриевич, у меня к вам еще такой вопрос. Я смотрю, что ваш орган все больше и больше становится публичным, потому что у вас теперь появились новые формы работы с гражданами. У вас есть день приема граждан и в том числе работа общественного совета. Несколько слов об этом, именно о взаимодействии с обычными гражданами. Я так понимаю, что это не просто там наш орган, это вообще идет своего рода реформа федеральных органов власти в первую очередь. И более тесно налаживается взаимодействие с общественными организациями, с представителями общественных организаций. И в этом году по всей системе, в частности федеральной антимонопольной службы, идут процессы реформирования общественных советов. Мы создали новый общественный совет во взаимодействии с Общественной палатой Иркутской области. Проведена конкурсная процедура, соответственно, отбор представителей в этот общественный совет. Вот в настоящее время он сформирован, состоит из девяти членов. В состав вошли представители Общественной палаты Иркутской области. Объединение «Опора России», «Деловая Россия», «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири». Возглавляют Общественные советы Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области. Соболь Алексей Иванович, президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. И мы стараемся тесно взаимодействовать с Общественным советом. Вот прошло уже первое заседание Общественного совета, на котором сформирован план работы на 2020 год. Общественники поставили нам серьезные задачи. Мы должны будем отчитаться о проделанной работе, в том числе за 2019 год представить информацию о рассмотренных заявлениях, принятых мерах реагирования со стороны антимонопольного органа. Ну и мы договорились о том, что через членов Общественного совета они будут нам ретранслировать те проблемы, которые существуют сейчас в экономической сфере. Для того, чтобы мы могли, обсуждая, решать, каким образом поступить, найти путь решения соответствующей проблемы, в том числе через применение полномочий антимонопольного органа. День приема граждан. Вот есть такая форма у вас работы. Вот как попасть к вам обычному гражданину или индивидуально предпринимать членов прием? Мало того, что есть 12 декабря. Это, по сути, общероссийский день приема граждан. Вот и в этом году мы в нем участвовали в обязательном порядке. Плюс к этому у нас есть и график приема граждан, как у любого органа власти. Это могут и обычные жители прийти, это могут прийти представители юридических организаций, должностные лица органов власти. Соответственно, вторник, среда, четверг – это прием, когда осуществляется прием граждан мною, моими заместителями. То есть вы сами тоже ведете прием? Да, по вторникам у меня идет прием. Здесь хотелось бы еще упомянуть о том, что мы совместно с торгово-промышленной палатой Восточной Сибири реализовываем предложенный же палатой проект «Бизнес-приемная», где проходит прием на территории, уже на площадях торгово-промышленной палаты, прием представителей бизнеса общества. И обсуждается существующие реальные проблемы. Один раз в квартал, теперь у вас есть такая форма, начинает новая форма работы, как публичное обсуждение. Какие вопросы выносятся на повестку публичных обсуждений? Ну, она, здесь Алексей поправлю, не начинает. Она существует уже на протяжении нескольких лет. Сейчас немножечко видоизменилось. Выражается в том, что мы ежеквартально обязаны, это как бы требование, которое установлено перед органами власти, проводить публичное обсуждение. И в рамках публичных обсуждений мы представляем информацию о той работе, которую мы проделали, какие выявлены нарушения, систематические нарушения, какие меры приняты с нашей стороны, какие лица привлечены к установленной административной ответственности, какие меры взаимодействия налажены или отлажены с другими органами власти. В этом году и в прошлом году, уже начиная с прошлого года, точнее, есть определенные видоизменения, что нам позволили два раза в год проводить эти публичные обсуждения в виде видеоконференц-связи. У нас на канале YouTube есть свой канал YouTube, и мы, соответственно, в виде видеоконференции проводим такие публичные слушания. Ну а так, соответственно, у нас в режиме реального взаимодействия мы договариваемся с органами власти, получаем возможность получить площадку, где проводить подобного рода обсуждения, и всех приглашаем через наш сайт, через средства массовой информации, приходите. На следующий год мы планируем, уже запланировали проведение таких публичных обсуждений, план составили, вот первое за первый квартал будет 13 марта, соответственно, 2020 года. И сейчас мы обсуждаем, какие темы являются более актуальными, для того, чтобы сделать эти обсуждения уже специализированные под конкретную тему. Постараемся, скажем так, исходя из актуальности, определить первую тему и провести публичные обсуждения, посвященные конкретной тематике. Не в целом, по всем сферам, а вот именно на конкретную тему. У нас есть очень много вопросов, связанных с нарушением порядка технологического присоединения к системе электроснабжения. Мы, вот допустим, за этот год, вот сейчас можно уже предварительные итоги сказать, наложили штрафов на почти 20 миллионов за нарушение технологического порядка. Сетевые компании привлекаются к административной ответственности. То есть, это когда, например, на дачном участке, то есть, вы хотите, например, к своему участку присоединить электросети, а они вам говорят, что как бы вот нет. В том числе и такие факты, то есть, это и индивидуальное жилищное строительство, и дачные участки, какие-то, и садоводческие участки. Соответственно, рассматривается вопрос, каким образом, то есть, соблюдается ли установленный в настоящее время порядок технологического присоединения, довольно жесткие там требования установлены действующими нормативно-правовыми актами, и самое главное, сроки. То есть, соблюдаются ли сроки такого технологического присоединения. А если это нарушается, фиксируется, и уже принимаются меры административного воздействия, и там штрафы довольно серьезные. Ну, наверное, та тема, мимо которой мы просто не сможем сегодня пройти, это тема, связанная с телефонными звонками и смс-сообщениями. Дело в том, что сейчас представить человека без телефона просто невозможно. Я даже по себе знаю, когда мне звонят большое количество банков, в которых я никогда не имел никаких банковских счетов, мне предлагают различные кредиты, либо мы получаем повальное количество смс-сообщений. Вот что в этом вопросе? Как со всем этим бороться? Я могу полной уверенностью утверждать, что это самое распространенное нарушение, которое мы выявляем, в том числе и как территориальный орган. У нас больше всего заявлений поступает именно о нарушении требований рекламного законодательства в сети связи. Это распространение рекламных смс-сообщений, это телефонные звонки. Здесь необходимо прежде всего потребителям понимать, что нужно сам факт зафиксировать надлежащим образом. То есть сделать скриншот экрана, если это поступило смс-сообщение. Сейчас уже есть так называемое, не смс даже, а насколько я помню, паш-сообщение, что-то типа такое, которое просто выходит даже на заблокированном экране. То есть разблокировал экран, у тебя вышло сообщение, а потом оно пропадает. Но тем не менее скриншот можно сделать и зафиксировать и такую информацию. Если вам позвонили, то нужно сделать запись этого телефонного соединения, чтобы потом можно было объективно доказать, что сам факт этот существует, и мы могли принять меры. В этом случае мы, безусловно, проводим расследование. На основании предоставленной нам потребителям возможности запрашиваемого оператора в связи информацию об такого рода телефонном соединении, кто звонил, с какого телефонного номера звонил, потом устанавливать владельца этого телефонного номера или лица, который отправил смс-сообщение, и уже решаем вопрос о привлечении к административной ответственности. Вот у нас есть пример сейчас, компания смс-трафик, поскольку мы уже неоднократно выявляем нарушения в ее действиях, привлечена к административной ответственности, наложен штраф в 100 тысяч рублей. Допустим... А вот 100 тысяч рублей на самом деле, насколько этот штраф реальный для компании, которая несет какие-то такие массовые, эмоциональные убытки для граждан? Потому что вот как раз я хотел вас попросить, чтобы вы привели, там, не знаю, парочку примеров, с точки зрения, может быть, суммами, пусть даже без названия компании, которые понесли компании, то есть, чтобы понимать вообще, то есть, может быть, для компании эти штрафы ничего и не обозначают, либо все-таки суммы значительные, что могут повлиять, так сказать, на их деятельность? Ну, к сожалению, здесь я могу приводить такие примеры, что, конечно, не всегда достаточны меры реагирования со стороны тех форм, которые предусмотрены в законе, но мы-то вынуждены именно ими, руководство, я не могу назначить штраф, какой захотел. Выше, чем положено подгодательство. Конечно, вот он установлен. Более того, есть судебная практика, которая также формирует определенные подходы к действиям и актам, которые мы как орган власти, как должностные лица органа власти принимаем. И мы не можем выйти за эти пределы, за эти рамки. Хотя, конечно, иной раз охота взять и побольнее ударить, откровенно говоря, потому что мы фиксируем факты, проводим расследования, принимаем решения, накладываем административное взыскание, а на сам процесс это никак не влияет. С той же рекламной листовкой «Здоровье Сибири», которую постоянно мы фиксируем, привлекаем индивидуального предпринимательства к административной ответственности, он там нам уже заплатил более 200 тысяч штрафов, но на сам процесс это не влияет, потому что они на этом реально зарабатывают. И только просвещение потребителей о том, что та продукция, которая рекламируется в этих листовках, эти препараты, которые не являются ни лекарственными средствами, ни биологически активными добавками, а по сути псевдотоварами с какими-то лечебными свойствами, должны понимать, что не стоит реагировать и покупать такую продукцию. На что нужно обратить внимание обычным телезрителям? Где, как, занимаются проститилисткой этой работой? Насколько это есть, может быть, какие-то специальные люди в вашей службе? Либо это нужно обращаться в средства массовой информации, либо все на сайт управления? Ну, в этом случае, да, мы это делаем различными способами, и в том числе проводя семинары, но у нас семинары в большей степени адресованы представителям бизнеса общества, то есть представителям рекламных агентств, разъясняя им о том, что можно, что нельзя. Но плюс к этому, конечно же, мы стараемся размещать всю информацию о выявляемых нарушениях на нашем официальном сайте. То есть можно зайти на сайт и посмотреть те факты, которые зафиксированы как нарушения действующего законодательства. Спасибо большое, Александр Владимирович. Сегодня у нас в гостях был руководитель управления Федеральной антимонимонной службы по Иркутской области Александр Кулиш. Друзья, наша программа закончилась. До свидания, до следующей пятницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова